10.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И вот главная тема этого утра. Казахстанские таксисты и доставщики еды перейдут на специальный налоговый режим, обещают легализацию трудовой деятельности и полный соцпакет. Есть ли минусы в этой схеме? Псевдопсихологи, лжелогопеды, дутые нутрициологи в Казахстане. Все больше специалистов с липовыми дипломами. В правительстве создают новый регулятор классификации. Наведут ли порядок на рынке труда? И со следующего года в Казахстане увеличат пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений. Об этом не только прямо сейчас. Хасмжумар Тукаев назначил новых послов Казахстана в Болгарии, Литве, Албании и Грузии. Так, на посту чрезвычайного полномочного посла Болгарии Тимиртая из Бастина сменил Виктор Тимирбаев, освобожденный от соответствующей должности в Литве, говорится на сайте Ах Орды. Теперь представлять интересы нашей страны в прибалтийском государстве будет Тимур Оразаев. Что касается Грузии, на смену Бауржану Мухамеджанову отправят Малика Мурзалина, которого ранее освободили от должности заместителя руководителя администрации президента. Между тем государство создает новый регулятор квалификации специалистов. Он будет контролировать и насыщать казахстанский рынок профессиональными специалистами. Сейчас закон обсуждается в Можилисе парламента и по оптимистичным прогнозам будет утвержден уже к лету 2023-го. Концепцию национальной системы квалификации впервые прописывали 6 лет назад. Тогда за основу взяли опыт зарубежных стран США, Германии и Сингапура, где закон успешно работает с 2008 года. По мнению экспертов, зерно было положено в 2016-м. Тогда в Трудовой кодекс были внесены изменения о национальной системе квалификации. Это и стало началом обсуждения отраслевых рамок, профессиональных стандартов и системы подтверждения квалификации. Когда человек получает неформальное образование через курсы, то есть он получает новую компетенцию, новый навык. Но этот навык, компетенцию, он должен подтвердить того же логопеда, того же парикмахера, того же повара. И вот эта процедура подтверждения его квалификации, компетенции, она все прописана сейчас вот в этом законе, проекте. Координатором, вообще оператором этого законопроекта является Министерство труда и социальной защиты. Значит, будут создаваться центры сертификации. Подтверждать соответствие знаний и навыков сертификату нужно в том случае, когда специальность входит в перечень регулируемых профессий. Есть список обязательных и добровольных, то есть по решению работодателя. Новомодные профессии, интернет-маркетолог, нутрициолог, диетолог, войдут скорее во второй. После утверждения закона о профквалификациях переутвердят и перечень. Для безработных предусмотрят ваучеры. А пока в гонке за место под солнцем, наряду с профессионалами соревнуются и дилетанты. Жанна Сарбасова, жительница столицы, пострадала от такого специалиста. Моему ребенку 7 лет, очень плохо выговаривают чипящие буквы. Долго искали логопеда. Мы искали чуть дешевле вариант. Нашли. Около шести месяцев мы проходили к нему. В итоге я результатов никаких не видела. Нам еще сказали, что это уже судьба ребенка, что он не научится их выговаривать. И, в общем, язык растет не оттуда. Но мы не отчаивались. Мы нашли другого логопеда. Сейчас ходим занимаемся. Результаты я вижу. И вообще я считаю, что это проблема на сегодняшний день. Каждый второй называет себя специалистом, профессионалом. В 20 лет, а уже и звание, и стаж большой, и опыт от 10 лет себе приписывают. За детей обидно. Эксперты уверены, профессионалы не любят публичности. Дилетанты же громко заявляют об авторской программе и эксклюзивной методике. А сферы самые разные. Проблема в данный момент сейчас в том, что очень много... У нас нет надзорного органа за психологами. И очень много допускаются к работе специалистов, не имеющих высшего образования университетского, которые недооценивают степень тяжести в случае клинической депрессии. Чаще всего это отягощает работу тем, что приходят люди, и мы проводим двойную работу. То есть это как будто бы работа над ошибками. Давайте попробуем сейчас позвонить в один из столичных учебных центров, и если нам повезет, приобрести сертификат. Алло, девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам звоню по объявлению корочки удостоверения сертификата за короткий срок. Все верно? Да-да. Скажите, я могу приобрести сертификат у вас? Сколько он стоит? Вот, например, безопасность и охрана труда. Ага, сертификат БИОТ стоит 8500. 8500. А он о чем говорит? Что я, ну, то есть владею этими знаниями, правильно? Да-да-да. Скажите, а это обучаться надо или можно как-то, вариант такой? Можно как-то. Так, а это будет сколько стоить? Если обучаться, то будет дороже. Если хотите обучиться, то будет дороже. А просто получить, то будет 8500. То есть можно немножечко в обход, да, скажем так? Да-да-да. Я поняла. Вот так просто можно получить любой сертификат. Провиси на выбор. Главное – вопрос цены. Утверждение закона о прав-квалификациях создаст возможность контролировать рынок труда на трех уровнях. Центры сертификации, отраслевые советы и правительство. Таким образом работодатели смогут повысить компетенцию своих сотрудников, а мы, получатели услуг, обезопасить себя от некачественной работы самоучек. Саня Якуб Жасарова, Арман Ахшабаев, Мурат Арипханов, Хабар, 24. Ну а сейчас в Германию. Там из-за острого дефицита кадров упрощают закон о трудовой миграции. Переезд и поиск работы для квалифицированных специалистов облегчится уже со следующего года. Правительство намерено упростить бюрократические препятствия и критерии для иностранных наемников. Законопроект еще в разработке, но эксперты уже подсчитали, что Германии необходимо ежегодно принимать почти 400 тысяч человек, чтобы справиться с недостатком рабочих рук. К слову, немецкая экономика теряет свыше 80 миллиардов евро в год из-за дефицита кадров, подчеркивают эксперты. Стране нужны специалисты во всех сферах экономики. В первую очередь в Германии не хватает врачей и в целом медперсонала. Недостаточно IT-специалистов и инженеров. И даже возник дефицит в сфере обслуживания персонала. Как известно, власти Германии делают ставку на развитие возобновляемой энергетики. Но, как оказалось и в этой отрасли, недостаточно сейчас кадров. Сейчас у нас наблюдается большой дефицит специалистов в сфере ремесленничества. К примеру, нужны электрики, маляры, механики, а также работники по обслуживанию кондиционеров и отопительных систем. Не хватает сотрудников и на новых профессиях. К примеру, речь идет о специалистах по установке и обслуживанию солнечных панелей. Мы со своей стороны предлагаем обучение и рабочее место. Наша организация занимается посредничеством между фирмами и соискателями работы. Мы подбираем подходящие вакансии как для немцев, так и для мигрантов. И вновь возвращаемся в нашу страну. В следующем году в Казахстане планируют обеспечить социальным пакетом курьеров и таксистов. Специально для них власти страны намерены ввести специальный налоговый режим. Отчисления должны будут выплачивать онлайн-платформы. Подробнее об этом наши корреспонденты. Батырхан Хамитов таксует уже три года. Это его основной источник дохода. Говорит, заработанных средств достаточно, чтобы прокормить семью. Однако с каждой поездки работодатель удерживает большой процент. За один заказ, допустим, у меня уходит 24%. 24% это 17% уходит в Яндекс. И в зависимости от таксопарка, в целом около 6-7% уходит на таксопарк. Грубо говоря, 24-25% я отдаю с заказа. Компания взимает процент в свою пользу, а у сотрудников, в свою очередь, нет никакой защиты в виде социальных выплат. Они работают без медицинской страховки и пенсионных отчислений. Со следующего года для них планируют ввести специальный налоговый режим. Мы сейчас, с 1 января, вот сейчас уже завершаем вот эту работу совместно с ГОБа, совместно с Яндекс.Такси, Яндекс.ГУ в пилотном проекте, чтобы мы, значит, тоже определили. Вообще уже в кодексе сказали, что операторы онлайн-платформы будут налоговым агентами. И тогда ни таксисты, ни курьеры, или же другие работники, им остается только, как сегодня они регистрируются в онлайн-платформе, этого будет достаточно, чтобы понять, что это, или же признать, что он легально работает. В некоторых зарубежных странах уже внедрен, похоже, налоговый режим. В Турции, к примеру, курьеры заключают контракты с небольшими предприятиями и работают полный рабочий день. К тому же получают все необходимые соц. выплаты. Если у вас, к примеру, есть собственный мотоцикл, каждый километр начинается с двух лир. Вы получаете оплату за проделанную работу. Мои коллеги из крупных компаний работают с ежемесячной зарплатой. Они заключают трудовой договор на год. Для всех предусмотрены необходимые условия и социальные выплаты. Ведь в нашей работе есть риски. Можно попасть в аварию. Специалисты в Китае, работающие через онлайн-платформы, тоже социально обеспечены. Там в службах доставки еды и продуктов задействованы по разным подсчетам почти 18 миллионов человек. В день один сотрудник обслуживает до 80 заказов. Таким людям платформы предоставляют, как правило, страхование по безопасности на случай ДТП. Остальное, к примеру, медицинские пенсионные выплаты зачастую занятые в таком виде деятельности оплачивают самостоятельно. Компания оплачивает за нас 70%, мы оставшиеся 30%. Эти 30% высчитывают сразу из доходов, поэтому не нужно платить наличными. 70% включают страхование от несчастных случаев и тяжелых болезней. Если во время работы произошло дорожно-транспортное происшествие, помимо страхования автомобиля, есть также страховка, из которой оплачивается необходимая часть. В месяц компания оплачивает за страховку около 400 юаней. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, сейчас в Казахстане больше 150 тысяч человек работают водителями такси. Я ожидаю, что у нас будет консенсус с операторами программ и поддержка непосредственно лиц, работающих в этой части. Потому что каждый, кто работает в этой форме, любой день может остаться без работы, любой день может получить повреждения на здоровье. Или же, если это девушки, у них появятся дети. Все они должны быть социально защищены. Сотрудники, работающие через онлайн-платформы, соглашаются, что соцпакет нужен. Только пока не понятен механизм нововведения. Если немножко бы, может, или доработать, или больше разъяснить в этой ситуации. Потому что я не понимаю, если я буду отдавать 20% уже, то есть если введут еще какие-то дополнительные налогообложения, то, грубо говоря, я так понимаю, что я буду отдавать 30 или 40% в целом от всех заказов. И тогда, получается, из них ты 10% будешь тратить на бензин. И тогда все твои заработанные деньги чистыми ты будешь использовать так, 30-40%. Некоторые онлайн-платформы в Казахстане уже начали расширять социальные гарантии для своих наемных сотрудников. Но единый механизм еще не разработан. Успех пилотного проекта покажет лишь время. Сабин Рахимбай, Мируэр Канагат, Бутагос Рагабаева и Мурат Арибханов. Хабар, 24. Жители двух многоэтажек Усть-Каменогорска отказались оплачивать за ремонт по программе термомодернизации. Они уверяют, что подрядчик не выполнил и доли заявленных в смете работ. Сумма договора превысила 20 миллионов тенге. Строители обязались заменить, к примеру, окна в подъездах, балконные плиты и парапеты, а также окрасить фасады зданий. Однако этого они не сделали. Жильцы выиграли суд, признавший вину подрядчика. Впрочем, судебное постановление об устранении недоделок строительная фирма проигнорировала и объявила себя банкротом. Сейчас собственники квартир за свой счет восстанавливают, по сути, аварийные дома. По предварительным подсчетам, им предстоит выплатить в госбюджет не меньше трех миллионов тенге за себя и, по факту, за недобросовестных подрядчиков. В проекты термомодернизации жилья были вложены государственные средства. Нанесли нам существенный ущерб, что по 60-м, по 58-м продавили нам крышу. Нам пришлось за собой решить. Сначала мы ее латали, где она порвалась. Потом нам пришлось собирать деньги. Жители должны платить в любом случае, потому что договор действий, они по графику должны платить. На устранение дефектов есть решение суда, которое должно исполняться отдельно от того, что они оплачивают. Оплачивать они обязаны. Судебный подрядчик пассивный. Он игнорирует наши требования и предписания. Со следующего года в Казахстане пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений составят от 3 до 10 миллионов тенге. Об этом не только в программе «Курс дня». Здравствуйте. В студии Даниил Ардаутов. В следующие 5 минут вы узнаете о самом важном из мира экономики и финансов. Со следующего года в Казахстане увеличатся пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений. С 2023 года они составят от 3 до 10 миллионов тенге в зависимости от возраста вкладчика ЕНПФ. В пенсионном фонде пояснили, что повышение порогов связано с изменением таких социальных показателей, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия и величина прожиточного минимума. Напомним, что с начала 2021 года по октябрь 2022 с пенсионных счетов было выведено более 3,5 триллионов тенге. Большая часть этой суммы была потрачена на покупку жилья или ипотеку. Аналитик Диас Кумарбеков отметил, что это способствовало росту цен на жилье. Диас, скажите, пожалуйста, стоит ли ждать ажиотажа на жилищном рынке с 2023 года в связи с введением новых порогов достаточности? Конечно, в случае, если пороги достаточности будут увеличены, в свою очередь, меньшее количество граждан сможет снять свои деньги с пенсионных накоплений. Таким образом, это должно снизить давление согласно экономической теории. Однако, как это будет проведено на практике, мы сможем увидеть только в следующем году. Казахстанские банки, чьи акции торгуются на казахстанской фондовой бирже, опубликовали свои финансовые результаты за 10 месяцев 2022 года. Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Касттрейдинг», чистая прибыль Народного банка за январь-октябрь 2022 выросла на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. У банка «Центр кредит» она увеличилась более чем в 10 раз, а у «Каспи-банка» почти на 13%. Финансовый аналитик прокомментировал данные результаты трех казахстанских банков. Андрей, с чем связаны такие высокие показатели по чистой прибыли финн-институтов? Этот год особенный. С нашего рынка практически ушло три банка. ВТБ, Альфа-банк и Сбер, который сейчас выкуплен государством и переименован. Эти прибыли, они, конечно же, с одной стороны, рыночные, поскольку сложились в этом году вот такие вот рыночные условия. Но, с другой стороны, я бы не стал ожидать в следующем году чего-нибудь подобного, если не случится еще одних катаклизмов и с нашего рынка не уйдет еще какая-нибудь пара крупных банков. Казахстан впервые поставил в Китай ядерное топливо для АЭС. По сообщению Казатампрома, первая партия топлива была доставлена в КНР с завода Ульба ТВС, который является совместным казахстанско-китайским предприятием. Всего АЭС в Китае получил более 30 тонн низкообогащенного урана. Напомним, что в ноябре 2018 года компания Казатампром провела IPO на площадке Международного финансового центра Астана и на лондонской бирже. Цена предложения была установлена на уровне 11,60 долларов за глобальную депозитарную расписку и 4 322 тенге 74 тиина за простую акцию. С момента IPO стоимость акций Казатампрома выросла почти на 144% на лондонской бирже и на 196% на казахстанских площадках. Отметим, что недавно компания опубликовала отчет за третий квартал 2022 года. Аналитики ожидают, что Казатампром увеличит вознаграждение на акцию по итогам текущего года до 1060 тенге. Они также считают, что целевая стоимость бумаг компании составит 15 400 тенге. На экране вы можете видеть итоги торгов иностранными валютами, предоставленные Казахстанской ассоциацией миноритарных акционеров, а также стоимость нефти марки Brent. Нефтяные котировки продолжают снижаться на опасениях рецессии мировой экономики и последующего уменьшения спроса на сырье. Нефть марки Brent торгуется ниже 78 долларов за баррель. Вместе с тем, по данным Ассоциаций финансистов, Минэнерго США повысила прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки. Накануне состоялся старт торгов по акциям «Казманная газа». Инвесторам в рамках IPO была предложена цена за одну бумагу в размере 8 406 тенге. Первые сделки по акциям «Казманная газа» 8 декабря на бирже МФЦ прошли по 8 532 тенге за бумагу. Таким образом, торги открылись плюс 1,49% к цене размещения. К полудню стоимость акций выросла на 4,6%. На экране вы можете видеть, как закрылись торги акциями казахстанских компаний, включая итоги первого дня для бумаг «Казманная газа». Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами в следующем выпуске. Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтин. Мы в прямом эфире. Первую за 30 лет угольную шахту построят в Великобритании. На шахте Уайтхевене планируют добывать коксующийся уголь, чтобы заместить российский импорт. Проект власти одобрили еще в октябре 2020 года. Но после критики со стороны оппозиции и защитников окружающей среды, его были вынуждены приостановить. В этом году сторонники проекта обосновали открытие шахты необходимостью создания новых рабочих мест и снижения зависимости от импорта российского угля. Они утверждают, что строительство шахты окажет нейтральное или незначительное воздействие на планы властей по сокращению выбросов углекислого газа. Но у климатологов на этот счет свое мнение. С каждым годом все больше растет загрязнение воздуха. 400 тысяч тонн выбросов парниковых газов в год – это очень много. Так что решение о строительстве угольной шахты кажется странным. По оценкам экспертов, шахта создаст около 500 новых рабочих мест. Но стоит задуматься, сколько людей в наше время захочет там работать. Я думаю, что британцы предпочли бы иметь зеленые рабочие места, у которых есть будущее, а не застревать 70-х. Между тем, разлив нефти в американском Канзасе привел к остановке основного трубопровода, по которому нефть транспортировали из Канады на побережье Мексиканского залива в Техасе. Топливо разлилось в ручей. Это ненадолго привело к росту цен на нефть. Стоимость барреля нефти по краткосрочным контрактам выросла почти на 5%. По сообщениям компаний, участок трубопровода, где произошел как раз-таки разлив, изолировали. Причина инцидента уточняется. А вот сотрудники газеты «Нью-Йорк Таймс» вышли на протест. Они требуют увеличить зарплаты и улучшить условия по медстрахованию. В демонстрации участвовали более тысячи работников, включая журналистов, редакторов и фотографов. Забастовку организовали профсоюзы. Сотрудники и руководство не могут договориться с условиями нового соглашения. Переговоры продолжаются уже с марта прошлого года. По словам экспертов, это крупнейший за 40 лет протест. Отмечу, сегодня у газеты более 9 миллионов читателей в США и других странах. Ну а сейчас в Перу там продолжаются протесты. В ходе них между сторонниками свергнутого президента Педро Кастильо и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать разъяренную толпу. Демонстранты, отмечу, требуют освободить экс-главу государства и распустить Конгресс. Отмечу, накануне Кастильо был объявлен импичмент. За это решение проголосовали большинство членов парламента. Бывший президент заключен под стражу. Его обвиняют в попытке государственного переворота. Немного о космосе. Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb. Каждый из них весит почти 150 килограмм. Примерно через час после старта их вывели на низкую околоземную орбиту. Затем с помощью ионных двигателей аппараты поднялись на штатную орбиту. Отмечу, сейчас там уже находится больше 460 спутников. Всего же планируется группировка из 648. Это первый запуск OneWeb-компании SpaceX и самый большой по количеству аппаратов. Они предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологии мобильной спутниковой связи. По данным британской компании, новая партия позволит расширить охват территорий США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Причины распространения инфекции – антисанитария и отсутствие нормальных жилищных условий. Сейчас региону помогают неправительственные международные организации. Туда направлены врачи-добровольцы. Тем временем заболеваемость УРВИ и гриппом выросла. В Актюбинской области с начала эпидсезона грипп диагностировали у 223 жителей региона. А это в 16 раз больше, чем в прошлом году. Всего простудные заболевания перенесли почти 5000 человек. Половина из них – это дети. По словам медиков, инфекция у многих протекает с осложнениями. Таких пациентов госпитализируют. Сейчас в стационаре лечения получают 37 человек, в том числе беременные женщины и дети. Для профилактики гриппа врачи рекомендуют вакцинироваться. 20% населения у нас было запланировано. То есть группа риска – это часто болеющие дети, беременные, диспансерные больные, которые подлежали именно вакцинации. Из них на сегодняшний день 94% охвачено вакцинацией. 108 тысяч доз у нас была закуплена за счет бюджета и остальные на платной основе. Ну а в Павлодарской области эпидситуация постепенно стабилизируется. Резкого увеличения пациентов с инфекционными заболеваниями не наблюдается, отмечают специалисты. С октября по настоящее время 17 тысяч жителей региона переболели ОРВИ. В том числе больше 5000 детей. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас на лечении в больницах находится 143 ребенка. Количество заразившихся за 7 дней снизилось на 20%, говорят в департаменте санопидконтроля. Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики и вакцинироваться. Около 90 тысяч павлодарцев уже получили прививки от гриппа. Кстати, есть также случаи заражения коронавирусом. За последнюю неделю зарегистрировано 15 заболевших. Сейчас вот резко ударили морозы, я говорила, да, что сдерживающим фактором явилось. И все-таки вот то, что у нас население привито против гриппа, мы привили на сегодняшний день порядка 12%, что создало вот иммунную прослойку, как мы говорим, коллективный иммунитет. Вот население все-таки за период коронавирусной инфекции научилось мерам профилактики. Свыше 700 тысяч медицинских реабилитационных услуг были бесплатно оказаны жителям Алматы в текущем году. На эти цели из фонда социального медстрахования выделено 7,5 миллиардов тенге. Я напомню, внедрение этой системы началось в республике в 2019 году. И сегодня только в Алматы финансирование медицинской реабилитации граждан увеличилось более чем в 10 раз. О том, как работает система, расскажет Григорий Беденко. Начало 2022 года для жительницы города Кунаево Айгуль Имманалиевой было тяжелым во всех смыслах. Пожилая женщина перенесла ишемический инсульт. Она не могла нормально ходить. Речь была нарушена. Парализована половина лица. После того, как Айгуль выписалась из больницы, участковый врач направил ее на реабилитацию в специализированную Алматинскую клинику Аруана. Спустя 9 месяцев почти все функции организма пациентки удалось восстановить. Утром у нас зарядка. Потом у нас идет тренажерный зал. Потом проходим массажиста. После массажиста у нас идет физиолечение. Проходим логопеды. Это логопед кому нужен. Например, я сама лично прохожу логопеды. И сейчас вот у меня начался третий этап. Я через полгода приехала сюда опять. Многопрофильная клиника Аруана – одно из 70 лечебных учреждений Алматы, где пациентам, перенесшим тяжелые заболевания, оказывают услуги по реабилитации. Для больных они бесплатные. Все расходы покрывает фонд медицинского страхования. С начала этого года в центре, который выполняет госзаказ Министерства здравоохранения, наблюдались 1800 человек. Из них тысяча – это люди, перенесшие инсульт. Специалисты здесь работают по шести направлениям, связанным с неврологией, кардиологией, хирургией и травматологией. Наша основная миссия – мы работаем только для Минздрава, для того, чтобы пациенты могли бесплатно пройти реабилитацию. Это наша основная цель. Вторая цель – мы должны по доказательной медицине отработать проект в рамках – это клиническая реабилитация. Как вы заметили, у нас активная реабилитация осуществляется под присмотром клинициста-врачей. Это вот основной момент. Процесс медицинской реабилитации проходит в три этапа. Первый начинается, когда пациент еще находится в больнице с тяжелым диагнозом. Второй – после выписки. Больному необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Там его регистрируют на специальном интернет-портале госпитализации. Участковый врач направляет больного на медкомиссию, которая определяет направление и объем услуг по реабилитации. И третий этап – когда пациент уже находится под наблюдением специалиста в клинике, где ему были оказаны услуги по реабилитации. Проходить его можно в стационарах, санаториях, частных лечебных заведениях. Все расходы оплачивает фонд медстрахования. В 2020 году мы полноценно внедрили систему ОСМС, обязательное социальное медицинское страхование, в целом по республике, в том числе по городу Алматы. И если сравнить объем финансирования именно медицинской реабилитации по городу, в 2019 году она составила всего 600 миллионов тенге. А в 2022 году для этих целей выделено 7,5 миллиардов тенге. Клюхан Абельдаев считает, что за два прошедших года система показала свою эффективность. Фонд намерен и дальше развивать в этой сфере конкурентную среду. Это будет способствовать привлечению к процессу медицинской реабилитации граждан-позакопрофессиональных специалистов. А лечебные центры будут стремиться приобретать современное оборудование, которое так необходимо нашим пациентам. Григорий Беденко, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар, 24. Ну и в завершение окунемся во Францию. В Лионе проходит праздничная световая инсталляция. Она продлится до 11 декабря. Ее в этом году, вернее она в этом году отличается от предыдущих. Все дело в том, что для нее использовали светодиодное освещение. Так заявляют в мэрии города. Это сделано для того, чтобы экономить электричество на фоне энергокризиса на континенте. Леон, третий по величине город Франции. Световая инсталляция здесь проходит ежегодно. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи вам. Хорошего дня. Берегите себя. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok